если цити и свято рус да а ты я украины и как нормально как он живется точнее лучше чем вам любом случае ну само собой как обстановку у вас ну ты же говорю хорошо лучше чем у вас в любом случае чего бы так за счет то что вы полностью потеряли свою идентичность как как это нас хотя бы в плане ну нет такого этноса как белорусский он умирает постепенно выше постепенно становитесь все больше и больше русскими но я как сказал бы тебе как истинный белорус то есть типа у нас не изменилось то что вот это вот произошла какая война не касается это мне можно даже не рассказывать это очевидно да вот ты соба называешь истинным белорусом скажи бласка ты в жите спелкуешься на белорусской муви еще раз скажу ты соба уважаешь истинным белорусом правильно ну твои слова ну сколько рази в житті ты спелкуешься ну вот сколько годин на день ты спелкуешься белорусскую муву по повсякденному житті просто ну как бы у нас как бы с детства но сколько лет мне 25 но мне 26 самый прикол то что вот ну как бы жил и родился в белоруссии у нас как бы ну как разговаривали на русском так и разговаривают то есть но у нас типа примеру ну разговаривать на русском да но есть такая successfulplans на русском ну какие-то слова на белорусском высока милýт постянуть а то есть ты бля Ցліж, ну а дзін пи47 но tensions на белорусском то есть вот так мог бы а скільки ты Ну, я как бы больше тебе скажу, ну, типа, я ее, ну, сколько, насколько ты, типа, располагаешь на белорусскую мову, типа, я ее понимаю полностью всю, но сам на ней я не разговариваю. Дивись, я спілкувався з белорусами сьогодні, десь години три-чотири. Ніхто з белорусів, з ким я спілкувався, не спілкується белоруською мовою з своїми, там, співвітчизниками. Ну, в обиході її немає взагалі. Ну, я не знаю, да. Так це ж означає, що ви втрачаєте себе як щось окреме від Росії. Ти, блядь, у нас, я тебе скажу, блядь, вся Білорусь така, що розговарюють на русській мові, блядь, но ніхто не розговарює на белорусській. А ти в цьому не бачиш ніякої проблеми? Ну, блядь, я скажу тебе, росту з дитинства, і ми тут всі на русській розговарюємо, ніхто не... Так я зрозумів, я кажу, а ти не бачиш в цьому проблеми? Я как-то никогда не задумывался об этом, об этой проблеме. Ну, просто от уяви собі, що у тебе є своя історія, як у Білоруса, у тебе є своя мова, своя білоруська культура, а вона просто зникає. Ну, я білядь, якщо ця білоруська культура була б, то, блядь, ну, якщо б все так розположено було до цього, то, блядь, ну, всі б розговарювали на білоруській. Ну, в цьому ми всі розговарюємо на русській. Так, а ти не думав, чому? Смотри, в білоруській мові нас тільки в школі обучають, і все, ніхто на этой білоруській мові не розговарює, ні один человек не розговарює на этой білоруській мові. А ти не думав, чому? Ну, чому? Я не знаю, почему. Так в цьому проблема, чому ви не хочете відновлювати своє білоруське? Що це за... Я цього взагалі не розумію. Ну, смотри, це не мене кисається, да? А кого? Ти ж білорусь. Ти ж сказав, що ти істинний білорус. Так смотри, якщо ти починаєш на білоруській тут розговарювати на істинній мові своїй, да? На тебе посмотрю, ти що, єбати? Скажуть тобі. Ось тут. І це нормально? Ти ж в Білорусі живеш. Ну, от, б**ть, от так. А уявиш, що ти захотів розмовляти своєю мовою, так? От білоруською. І тебе за це називають нацистом. Це справедливо? Да мені, б**ть, я якось відносився паралізно. Зрозуміло, дякую. Твініт а-ля комедія, як то кажеш. Як ти... Нравиться тобі, що ти потерял ідентичність свою, як білорус? Ммм, ти об цьому хочеш поговорити? Хочу, да. В связи с какими событиями? Що случилось? Ну, как в связи с какими... Ти прогнулся під Путина, забыл свій родной язык. У вас Лукашенко, вот этот, у власти, недоразвитий. Давай я буду спілкуватися з тобою українською, а ти будеш своєю рідною білоруською. Понял, дружухи, хорошо. Ну, давай я буду розмовляти на білоруській мові. Як тебе будуть подружні, може ти будеш більше розуміти, коли я буду розмовляти на білоруській мові. Ну, може, може і буду. Мені оцікаво, скажи, будь ласка, ти в житті взагалі використовуєш білоруську мову свою? Ні, ніколі, абсолютно ніколі. Я білоруську мову вивучав тільки у школі як адрозний предмет. Білоруська мова і література, як б ти розумів. І от скажи мені, будь ласка, тебе це не засмучує цей факт? 40 повновесних гадов, а білоруську мову я вивучав тільки у школі до 11 класа. З 6 по 11 клас я вивучав як адрознене предмети білоруська мова і література. Ну, я зрозумів, я ж кажу, тебе цей факт не засмучує? Ні, друже, ні. А ти розумієш, що це фактично означає смерть вашої мови? Вона поступово починає забуватись? Насіння моєї країни зараз заставляю, ну, амаль, ну, по меркам, по меркам, ну, моєї країни, ну, на 10 мільйонів. Та розмовляй російську. Я бачу тобі російську зручніше. Размовляй російську. Тобі ж підручніше. Ну, по меркам, ну, по меркам, то, що мені кажуть, там, 10 мільйонів чоловік, але я розмовляю, що багато людей, ну, там, це буде 8 мільйонів чоловік, да, так, пускай. Те, хто розмовляє білорусько? Нет, це хто живе в Білорусі. Це население Білорусі, там, ну, допустим, 8 мільйонів чоловік. Хто розмовляє на білорусському языку, ну, це не знаю, там, 2 мільйона, хто, може, більш-менє, розмовляє на ній. Може, там, ну, це зроста населения, там, 30%, навіть. Мені здається трішка менше. Трішка менше. Та тут не з чим задуматися, просто, ну, кому нужна, нах, білорусська, ну, кому нужна, нах, білорусська мова? Ну, так, вам, воно ж, воно ж вам повинна бути потрібна. Вони прекрасно спілкуватися все це время на білорусському языку, ну, як би, кому, для чого, ну, тебе... Так, а чому ви тоді відрізняєтеся від росіян, скажи, будь ласка? 20-го року, да? 10-20-го року. Тому значить, які события у нас в Білорусському языку. Того погано чути. Я кажу, тебе плохо слышно. Телефон подніми з груді, вот так вот. Говори. Я розумію, що білоруси себе показали в цій війні, коли вони дозволили з їх аеродромів запускати літаки, які потім запускали ракети по нашій країні. Але все ж таки мені було дуже сумно дивитися, яке відношення вони мають до своєї мови. Ось що, кому потрібно це в Білорусському? Вона ж нікому не потрібна і, як на мене, це... Ну це дуже сумно, коли ось так от зникають нації, як вони русифікуються і... Ну все, так не знаю, що сказати. Дуже сумно. Привет, как дела? Здрасьте. Ну, как ты? Как я, що? Ну, говорю, що ти в чат рулечки с х**ми там базариш? А не, со свиньями. Свинья-то хто? Ну, х**то. Ну и що вони ті сделали плохого? Ну... Они живуть в государства, которые воюють против моєго государства, поддерживаються убийства моїх граждан, преступления. Ну і що ти робеш для того, щоб побегти х**ми там? Щоби побегти х**ми там? Ну, я доначу на ЗАІСУ. Сделаешь? Ну, я доначу на ЗАІСУ. ну да начи я понимаю почему ты не хочешь но идти на фронт муж по возрасту не подхожу а те скажи вроде автомат может держать автомат может держать и семилетний ребенок что ты хочешь семилетнего ребенка отправить на войну а сам сидеть дебил ты сам спросил я ничего не хочу ты же сам выводы делаешь не ну как ну ты сказал я брать ладно слушай хорош нести чуждого вот у меня вот интересно ты сидишь в кофте call of duty у тебя флиска вот это колодить ты играл в call of duty конечно а играл в колодите modern warfare которая 2019 года помнишь как там изображали конфликт с россией где российский солдат занимался военными преступлениями из-за этого ваше русское сообщество российское начало в обе типа американцы показывают клюкву россияне не совершают военных преступлений это все время это все вранье это все бред помнишь помнишь победить игры ты помнишь как вы бугуртили огня а кто победил в этой войне эти горит и помнишь как вы бугуртили это что ты эти горит и помнишь да нет ответить конечно помню ну так смотри теперь идет война между россией и украиной и получается что вы рассказывали про то что вас запад изображает военными преступниками а по факту оказалось в реально военные преступники когда начался реальный военный конфликт с украины всегда был всегда было как но актер подожди а кто во вьетнаме воевал во вьетнаме кто воевал во вьетнаме воевала соединенные штаты америки против вьетнама и там было несколько сил вьетнама там был коммунистический вьетнам и вот против коммунистического вьетнама воевала соединенные штаты америками где америка и где вьетнам какие интересы тебе географически объяснить или ну вообще объясни мне какие вот какой мотив было американцев отправлять своих солдат умирать в вид на а чё ты тему меняюсь у тебя отвечу против коммунизма воевали и вот ты меня начал ну ты же сам же начал что сам начал говорю вас показывали военными преступниками вы подтвердили что вы военные преступники а чего тогда бугуртили ваше российское общество выступала когда-то что нет россии не такая мы не совершаем военных преступлений подожди ты мне давай про военные преступления давай поговорим про военные преступления что тебя интересует какая вторая мировая война вот давай кончается вторая мировая война где первый конфликт начинает какая разница что тему меняешь братишка что ты хочешь или ты ясно объясни что ты хоть давай я тебя переживаю понимаю что ты хочешь сказать твоя опережу твое мнение если какая-то страна какая-то страна совершает военные преступления если происходили бомбардировки допустим в этой в югославии да в любом случае международное сообщество в том числе американское общество осуждало эти бомбардировки вы во время войны во вьетнаме создавались целые движения хиппи которые выступали с антивоенными лозунгами да они да они не смогли повлиять в той степени в которой хотели повлиять то есть после первого митинга война не закончилась но сам факт показывал то что американское общество сам факт показывал то что европейское общество время бомбардировок югославии выступали против войны против военных преступлений ваше общество выступает за войну и за военные преступления в этом суть я тебя не понял как тебя зовут лёша лёша вот извини я не не понял то что ты такой горишь сначала бомбят до людей убивают а потом говорят но это же не надо было сделать нет не так начинается военный конфликт пример бомбардировки вот эти югославии когда они происходили во-первых кстати по результатам в итоге всего этого конфликта скажи мне пожалуйста какие результаты вот этого ко мне просто вот интересно вот вмешательство нато вот скажем чем она закончилась распада мегаславии эти страны стали членом есть правильно если номинат они живут хорошо ты был был где именно сербии был сербии хорошо живут давай тебе объясню по простому смотри в ходе этого конфликта в ходе распада многие страны стали членами с этих стран уровень жизни поднялся эти страны никто не аннексировал никто к себе не присоединил они сохранили свой суверенитет и живут нормально проводят самостоятельно внутреннюю политику самостоятельно проводит внешнюю политику россия своим военным это счет и со мной вместе говоришь насти рассказываю ну здесь ты не знаешь насти объясняю россия своим вмешательством несет только смерть погибель и россия занимается вот этим экспансионизмом россия везде куда влазит вот это российская морда что это потом становится частью россии хорошо прибалтика до латвия как там лучше они живут чем у вас посмотри зайди в интернет посмотри у них зарплаты по полторы тысячи долларов минимальный ой по полторы тысячи евро ты в курсе что из латвии эмигрировала 500 тысяч человек куда за границу куда ну в евросоюз и в чем проблема не а почему они эмигрировали а сколько россиян эмигрировала в евросоюз я тебе объясняю потому что в евросоюзе очень много поляков мигрируют и живут условно в германии потому что нам платят больше если средняя зарплата условно но вернее там условно не знаю эстония стан получает полторы две тысячи долларов он там куда-то мигрирует был будет получать три там четыре тысячи долларов трудовая миграция это вполне естественное явление вот если бы они мигрировали в россию на заработки вот это было бы уже странно и объясни мне где эти 4 тысячи долларов поедем посмотри в германию зарплату в германии если ты знаешь язык у тебя есть квалификация ты там спокойно будешь получать деньги так а если ты не знаешь язык какая если бы да кабы вообще о чем мы общаемся почему люди эмигрируют из своих стран потому что платят больше так а почему они же в евросоюзе почему им там не платят потому что евросоюз не обязан условно искусственно повышать средний уровень зарплаты в латвии до 4 тысяч евро если условно да хорошо до минимального уровня там трех четырех тысяч евро если этого не подразумевает экономика этой страны если никто не запрещает развиваться в экономическом смысле я не понимаю вообще сути 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 того что хочешь спросить я подожди если у них нет экономики зачем их туда взяли дегенерат что значит нет экономики как это нет экономики и нет я я дегенерат да я не понимаю и объясни мне зачем я говорю ты дегенерат потому что дариври шуми нет экономика значит нет экономики они получают больше чем вы минимальная заходом выше чем в россии и средняя тоже где латвии в латвии в эстонии где хочешь во всех странах балтии вот и объясни мне ты там был господи был но и шо ну и я себе говорю они живут лучше чем вы кассирша зарабатывает в латвии на как господи землю минимальная зарплата там полторы тысячи евро но баранки гну шо ну я сказал так кто сказал никто не должен говорить зайди посмотри почитай где хочешь это же открытая информация я я я жил в латвии я тебе могу рассказать о расскажи давай кассирша зарабатывает 600 евро потому что минимальная стране полторы тысячи даже она отопления 200 евро плюс она должна заплатить за давай знаешь что с тобой проверим сейчас секундочку сейчас больше хочу посмотреть сейчас подожди секунду слушай вот я сейчас тебя куша спрошу а ты мне а ты мне должен будешь ответить ты можешь мне пожалуйста сказать как бы ты на латышском языке устраивался на работу радио стараться на работу ну да на латышском языке вот привет меня зовут тот то тут а я хочу у вас устроиться я хочу вот у меня такой опыт работы работал там то там то переведи это сумма латышский язык я не знаю латышский я думаю диалог закончен я я просто его не знаю но я понял но при этом в этом жил работал в магазине да я не работал так ты сказал одеты работу я тебе говорю я уехал за границу ладно все давай калавнівці гуляйте тратить время на него витаю вас шановні глядачі якщо вы шукали якесь казано я вам рада презентую казано слот сеть бо воно по-перше ліцензийное а по-друге коли вы створюете депозит частка коштів перераховывается на потребу збройных сил украины тоже ваша моя реальное значение посылание у закрепленному комментарий скажите пожалуйста блин а на пляже вы врёте а ты чё почему кудрявый такой очках в очках потому что зрением плохую куда вы потому что природа так сделала а мне жарко так можно было так и ответить ну я тебе так и ответил я говорю на пляже мне жарко понятно крестик у вас православный человек да ну да чё ты против православия имеешь я чё искал еще взяли шами что против просто вы вообще верите в бога вот скажите пожалуйста я тоже грубо ну смотри я это тоже очкарик ну только очков нет я понял ты очкарик от слова очко а не от слова очки ладно все 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 не обижайся скажи пожалуйста ты в бога веришь страшно и смотри это и с гарри поттером знаком у меня волшебная палочка есть я понял ты бога веришь смысле верю ну ты крестик носишь ты в бога веришь я крестик ношу потому что преподнозначение моё если мусульманин носит свои обозначения какой-то там буддист свои обозначения носит крестик не значит о том что верю или не верю я преподношу то что я знаю и и какой чему нас нас уничтожали на протяжении очень многих веков ну те люди которые хотели нас уничтожать и вот я в бога вы верите да в принципе как смысле веришь я не могу понять твои вопросы вопрос простой вот верю в бога я не могу понять его вопроса смысле что и значит верю я и принадлежу к этому верю принадлежать конфессии какой-то верить в бога это немножко разные вещи ну понятно ты принадлежишь какой-то ты принадлежишь к русской православной церкви а веришь ли ты в бога или нет иисус христос мы живем в 2000 как я могу не верить ты в каком году живешь 2023 ну и как я не могу не верить такого исчисление твоего ну вот отма от момента рождения христа ну а чё еще и еще надо какие доказательства доказательства чего так я не спрашиваю такая просто спрашиваю ты в бога веришь или нет это я не могу принять никак не верить я живу этим чем ну то есть веришь я правильно понял ты вот прям православный человек да от христа спасителя я живу мы 2023 года от христа спасителя я живу этими законами понимаешь понял понял вопрос такой смотри а как твой бог относится к тому что твои сограждане россияне убивают людей на войне а как ты относишься к тому что ты живешь 2027 году я отношусь к тому что это просто общепризнанные как бы понятия и если я буду говорить что я живу не в 2023 а там в 6000 каком-то я просто буду отрицать общепринятые обществом нормы что ты бесишься потому что были крестовые походы а как ты относишься к тому что израиль сейчас уничтожил просто уничтожил людей евреи твои вот братья вот кудрявые уничтожили полностью города сми какие города не уничтожили таким количеством мирных людей подожди какие города не уничтожили ну какие города северный северную палестину западные берега иордании и сейчас еще южную палестину уничтожают просто в свет уничтожили просто в городах просто вот снесли как-то относишься ну я отношусь кто я отношусь к этому таким образом тянут вопросы на вопросы отвечать но я же отвечу я отношусь к этому таким образом что ответственность за гибель своих граждан несет то государство которое начинает агрессию я исправен так у нас по москве ходили и светами флагами кричали москаляку на геляку мы вообще не у вас по москве ходили вот там где метро люблина по моему вот ходили и говорили что россия для русских москва для москвичей и еще кто не прыгает только по моему говорили я сейчас центре нахожусь на кропоткинской и ходили и здесь кричали с барабанами москаляку на геляку ну блин кто кричали москвичи кричали да мне по я вас боялся кого украинцы да я помню ты же врешь такого же не было и у них и их шествие было мы вообще ничего не делали в 14 году еще не было ней как вы говорите не аннексии крыма ничего не было ходили просто кричали москаляку на геля и а когда ходили когда ходили от этом году стояли на как там вообще ни при чем россии подожди в каком году 13 13 13 13 году в москве ходили кричали москаляку на геляку один можно посмотреть в тринадцатом году стояли на можно где-то посмотреть и вот так вот хочешь показать посмотреть забей в ю тубе и стояли давай я прям щас забью при тебе как называется как и как называется видео что еще забить нужно покажи мне и нет чего забить нужно майдан 13 год москаляку на геляку так и за так ты же говоришь у тебя в москве ходили кричали в тринадцатом году не ничего не кричали просто обязательно а уже не кричали понял понял так и забей майдан 13 год москаляку на геляку вот так и забей так ты же рассказываешь в москве кто-то кричал на то такое не я про москву про другое тут никто не снимал понял понял на майдане же человек чего говоришь снимал я просто видел ты забил отчеты заглох то так ты же сказал что кого не было забиваем на майдане 13 год москаляку на геляку мы там вообще близко не были так ты же говорю у тебя под окнами ходили кричали мать забиваем москаляку на геляку на майдане так не забивать москаляку или шо с ним сделать майдан 13 год москаляку на геляку забивает москаляку забить чем забить давай я найду тебя тебе сейчас даже найду сейчас смотри смотри это майдан кстати твой любимый смотри майдан пиш флаги сейчас тебе сделать вот это майдан он русский флаг на флаге написано горжусь украинцами вот вот еще майдан там люди обернутые в российские флаги стоят это все в открытом доступе сможешь посмотреть но такие вот дела вот тема скаляку на геляку российские флаги я тебе говорю про другие разговоры мы с тобой разговариваем все тоже увеляешь на майдане кричали москаляку на геляку я тебе показываю что когда происходила революция достоинства в украине то стояли на майдане люди с российскими флагами приезжали россияне в украину и тоже поддерживали евромайдан с российскими флагами мы не приезжали это русские люди в киеве хотят вы все в роте получают их было меньшинство вы все в роте получают а вы их побили такого побили врунты всех побили ой слушай а вот такой вопрос тебя хотел задать а ты видел вот хотя бы одно выступление путина где он вот в живую выступают и видел если вообще сожгли и да кстати не только в адресе и в карькове сожгли да нет такого города одесса что это за город таком он нет ну а одессы нету ну будет да не будет все расслабься вот эти влажные мечты про одессу можешь там я не знаю рассказывать там же где у тебя под окнами кричали москаляку на геляку если у тебя странное впечатление о том что россия такая слабенькая еще чуть россия чуть-чуть даже у меня впечатление о том что россия слабенькая россия далеко не слабенькая страна а 3 на ринге стал тайсон и ну я не знаю ну нас допустим кличку наш допустим этот боксом увлекаешься увлекаешься у тебя все увлечение здесь хорошо стал поветкин поветкин стал и и кто и тайцы и шо ну дайся ну шатай ну так так происходит вот нам дают вооружение наши западные партнеры вот и мы этим вооружением сами воюем потому что если рассматривать военно-промышленный комплекс россии в чистом виде его и на кого военно-промышленный комплекс украины в чистом виде мы слабее но мы живем с вами в таком мире в котором нельзя позволить не да не надо вместо наговорить ну да давай я договорю и те что люди что больно интересно сказать есть мы говорили а ты за новостными лентами сейчас следишь следишь ну и чё там говорят да много чего говорят тебя что конкретно интересует спрашиваю как вас там авдеевска артемовское направление как как вы прорвались запорожском направлении чё там где там есть я вижу из новостных лент я подписан на некоторые паблики ваши российские так вот российские паблики выставляю фотку еще месяца два назад где была фотка авдеевки вы такими большими красными стрелочками нарисовали что авдеевка якобы уже находится в окружении но что вардеевку пока в окружении взять не можете это пока что ваши влажные мечты в общем не взяли и все мы и говорим что не взяли в общем ты меня спрашиваешь те говорю вот в такое в новостях видео солидар был ваш потихонечку идем 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 потихонечку полигонечку идем а куда идет откуда идете расскажи куда идете голова я бар братец ну ну согласись то что в территории сокращаются потихонечку потихонечку но они бут extremo но и думаешь так все легко и просто деньги просто просто смотри по поводу того что российская армия продвигается российская армия где-то продвигается где-то продвигается украинская армия если смотришь на каком-то направлении ты чё дерёшься вас бомбить просто на пыль не можем вы ты для меня кудрявый как брат да какой ты брат вы идёте ты видел я уже тысячу раз об этом говорил ваших как ладно чё общаться но не общаюсь все там кнопочка далее есть нажми вот и пролистай а ну тогда послушай у вас такая омерзительная риторика вот вы творите военные преступления убивается мирное население бомбите гражданскую инфраструктуру потом рассказываете про братство и вы таким занимаетесь на протяжении всей истории вы постоянно говорили про братство даже советский союз братские народы но при этом происходит полнейшая русификация российская империя три единые братский народ вот этот малоросы великороссы и белорусы типа тоже все братские народы но при этом все говорим на русском языке украинский язык запрещаем вы максимально мерзкие понимаешь вы говорите про братство но у вас ничего братского нету это просто выглядит омерзительно расскажу что половина нашего генералитета генералитета в армии и нашей академии преподает и заканчивает ваши украинские граждане ура уроженцы понимаешь и это называется не братство это называется общая граница во первых во вторых это называется простые правила въезда и простые правила ассимиляции в россии гражданину украины до какого-то момента было проще чем условно кому гражданину украины было проще поехать в россию и там условно обучаться там работать и делать все что угодно нежели поехать страну европы потому что он тот же самый язык ты не нашему братья это просто значит что у вас были максимально благоприятные условия для этого это же не за счет шума братья геральдинский какой-то забыл из киева прямо из киева ладно мужик давай все гуляй и и и и и и и